В режиме видеоселектора губернатор Кубани призвал глав муниципальных образований сделать все возможное, чтобы не допустить новых подтоплений. Одна из основных причин подтоплений, в том числе и в Лобинском районе, отсутствие ливневых стоков и канализации. Такие выводы сделал региональный центр МЧС после изучения ситуации в районах Паводка. Александр Ткачев поручил глава муниципальных образований подготовить отчеты, составить планы работы, попросил доложить, какие противопаводковые меры уже приняты. Абсолютно оправдана позиция администрации края и Министерства ЧАЭС о заблаговременной эвакуации населения. Там, где есть даже малейшая возможность подтопления. Поэтому мы идем таким же путем в случае прихода воды, а мы заранее уже знаем и отслеживаем, когда вода подойдет тому или иному населенному пункту. Так вот, те улицы, которые подвержены воздействию подтопления, мы заблаговременно отселяем. Кстати, мы вот за время этой чрезвычайной ситуации отселяли 28 семей, и в станице Ахметовской мы проводили отселение, и в Вознесенской. Для того, чтобы не подвергать риску и здоровье граждан, не дай бог, жертвы среди населения. Поэтому эта задача главная и основная. И, конечно, у нас сейчас также отработан четко алгоритм взаимодействия всех служб и звеньев в чрезвычайной ситуации, которые обеспечивают нормализацию и восстановление инфраструктуры после ее воздействия. Эта работа проведена. У нас развернуты аварийные службы, они находятся в готовности. У нас подготовлены эвакопункты, в случае необходимости готовы принять людей для кратковременного пребывания. Граждане будут обеспечены и питанием, и медицинским обслуживанием. То есть вот эти задачи, они, безусловно, исполняются нами в первую очередь. Ситуация, она достаточно сложная, потому что мы видим, какое обилие осадков, мы видим, что почва в Лобинске перенасыщена влагой, и даже не опасные, казалось бы, дожди вызывают подтопление домовладений из-за того, что подпочвенные воды активно играют свою роль. Они смешиваются сливными водами и вызывают подтопление домовладений. Поэтому ситуация непростая, но она абсолютно контролируемая нами.